Здорово! Я уже делал видео о допотопном интернете здесь, в Германии, но с тех пор что-то изменилось, а именно появился гиганет или 1000 мегабит в секунду интернет. И для этого, чтобы полная мощность сети отдавалась конечному пользователю, мне нужен новый модем. И вот у меня как раз в руках 6591 Fritzbox Cable версия. И сегодня я покажу как все это работает и фактически какую скорость оно дает. В том числе из-за короны в Китае были предостановлены посылки и производство в том числе нашего родного фрица. Я кстати не знаю где, ну да, здесь написано что AVM производит, фирма из Берлина, но фактически в Китае и была задержка. Но как всем известно в Китае сейчас все нормально и вот сегодня буквально оказался этот гаджет у меня в руках. Но давайте в принципе сделаем анбоксик, который в принципе так же как вот и в айфоне происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот выглядит Fritzbox по сравнению с моим старым модем. И вот это модем от нашей фирмы Unity Media, по-моему только в Германии. Но сейчас их купил Vodafone и собственно они предлагают вот такие вот зверски крутые контракты, которые я заключил. Собственно по цене чуть позже в этом же видео оставайтесь. И так как мы на Банан Спидист, мы конечно же взвесим эти модемы, так как возможно кому-то пригодится этот модемчик взять с собой во время поездки. Не уверен зачем, но аж килограмм весит Fritzbox. Офигеть! Вот она дисковая версия. И вот так вот выглядит Fritzbox в деле. И я не совсем уверен. У меня кобелек LAN конечно просто гигантский, как видно там шматок валяется. Но вот стокового не хватит по длине до iMac ввести. Я всегда такой опыт сделал, что с кобельком просто стабильно очень-очень прям. И не уверен от кобелька будет зависеть скорость конечная или нет, но собственно говоря скорость давайте ее измерим. И так для измерения скорости я использую конечно же speedtest.net. Можете поделиться комментариями какой у вас интернет по скорости и сколько он стоит. Но я как я уже говорил заплатил за 1000, но сейчас к 800 приближается, 700, опять падает. Сейчас вечер, 8 часов в принципе все лазят в интернете, но пока конечно маловато. Я читал в интернете, что эта скорость потом поднимется. То есть сегодня вот первые секунды буквально после того как я распаковал. А плот тоже маловато. Но я вот тестировал до этого, было 25, сейчас 14. В общем и целом немного, немного. Сразу после этого конечно можно в разное время делать эти тесты. А, еще и Камилл лазит в интернете, елки-палки. На телефоне. Так, надеюсь фокус сообразится, да. Здесь чисто Wi-Fi. Не знаю поддерживает ли актуальный стандарт iPhone. Но да, скорость определенно выше, чем было. И upload, наверное, немножко выше. Нет, что-то совсем не выше. Но в любом случае у меня было в среднем 11, по-моему, мегабитсекунду. Upload сейчас немножко выше. В комментариях напишу, как фактически скорость с тех пор изменилась. Но теперь к самому главному вопросу, сколько это все стоит. Итак, Cable Max 1000 от Vodafone, тариф называется. Он стоит 40 евро за интернет и за телефон. Но телефон, несмотря на наличие кабельков тут, старые нужно брать, кстати. И у нас его нет. Мы не пользуемся обычным телефоном. Но он, несмотря на это, в цену включен. Отказаться от него с уменьшением цены было невозможно. Такой опции не стоит. И, собственно, за 40 евро я получаю этот интернет. 1000 мегабитсекунду, по обещанию. То есть, если 800 будет в среднем, это уже, в принципе, очень хорошо. Потом, upload должен быть до 50, по-моему, мегабитсекунду. У меня был вообще низкий. И он зачастую довольно-таки медленный был. И этот модем, в отличие от того, который я вам показывал, он будет... Я не знаю, это вообще контент. Нет, я показываю чертов рутер. Но, в любом случае, этот рутер будет стоить 5 евро в месяц дополнительно. То есть, 45 евро за все, за весь вопрос. И этот рутер у меня не останется. То есть, я его арендую. И, да, это, конечно, плохо или хорошо. Но, в принципе, это не так дорого в итоге для Германии. Это просто бомбическая цена. Посмотрим, опять-таки, фактически ли будет он отдавать столько, сколько было обещано. Ну, это было все на сегодня. Я сделал, собственно, весь апгрейд из-за того, что я платил 33 евро. А сейчас буду платить 45 евро. И получу просто, да, в 10 раз быструю скорость. Ну, формально. Если даже в 8 или даже, не знаю, в 6-7 раз, то уже, в принципе, хорошо. А плод, в теории, должен быть в 3-2 раза быстрее, чем был. И это всего лишь за 12 евро в месяц. Это, конечно же, солидный апгрейд. И я именно поэтому его и сделал. То есть, здесь действительно очень мало нужно доплачивать в месяц. Буду рад узнать, сколько стоит интернет в вашей области. В том числе, мобильный интернет. Вот я плачу 79 центов, по-моему, в день за 1 гигабайт в день. Или у нас тоже тариф есть такой 99 центов в день за безлимитку. Каждый день. Вот. Не знаю, дорого это или дешево по вашим меркам. Дайте мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. До свидания.